В последние годы автопроизводители нещадно эксплуатируют жанр купе. Если когда-то считалось, что таким словом может называться лишь двухдверный кузов, то теперь появились трех, четырех, пятидверные купе. Главная новинка компании Audi в 2009 году – это новый кузов модели А5 Sportback. Машина представляет собой нечто среднее между купе А5 и седаном А4. Sportback унаследовал большую колесную базу модели А4. При этом он заметно ниже и шире. Такое изменение пропорций кузова создает своеобразный облик. Изогнутая крыша опускается назад и тянется вплоть до крышки багажника, где заканчивается небольшим спойлером. Ширина кузова особенно заметна при взгляде сзади, благодаря многоточиям диодных фонарей. Оформление радиаторной решетки, фар, выштамповок на кузове сразу дает понять, что перед нами типичный Audi. Ни на йоту, ни выходящий за рамки корпоративного стиля. Если купе называют машиной для эгоистов, то Sportback – это машина для эгоистов, в которых иногда просыпается совесть. У нового Audi 4 пассажирских двери и 4 полноценных места. Интересно, что пятая – багажная дверь практически незаметна. Если не открывать ее, отличие от седана заметит не каждый. Зато открыв, вы удивитесь размеру багажника. Он вместит в себя все, что угодно, кроме разве что холодильника. Спинки задних сидений складываются в одно касание, образуя целый кубометр свободного пространства. Под полом багажника лежит компактное запасное колесо. На роль семейного автомобиля Sportback подходит не лучшим образом. Споров за места не избежать. Ведь на переднем пассажирском кресле гораздо комфортнее, чем сзади. Задний диван предназначен для двоих пассажиров. По ширине здесь мог бы сесть и третий, но ремней безопасности всего два. Кроме того, на задних сидениях относительно низко опущен потолок. При своем росте в 180 с небольшим я почти подпираю его головой. Ширина у сидений достаточная, но расположены они низко, и при посадке приходится сильно нагибаться. Не на что жаловаться тем, кто сядет спереди, и будет пользоваться раздельным климат-контролем и удобной мультимедийной системой Audi MMI. Кресло и рулевая колонка легко настраиваются под габариты водителя. Лично меня в салоне Audi устраивает все. Здесь удобно сидеть, хорошо видно дорогу, легко общаться с бортовой электроникой, и приятно держать в руках вот этот трехспицевый руль. На нем лишь пара кнопок, и ничего лишнего. Столь же лаконично оформлены все органы управления. Ручки и кнопки расположены удобно. Приборная доска светится мягким белым цветом, на котором отлично видны алые стрелки. Единственный ощутимый недостаток – это плохая обзорность назад по диагонали. В большой мере это компенсирует зеркала, а при парковке помогает парктроник и камера заднего вида с хорошей четкостью изображения даже в ночное время. Благодаря отличной шумоизоляции и хорошим воздушным фильтрам, в салоне сохраняется приятная атмосфера, даже когда едешь через городские пробки. В движении Audi оправдывает наилучшие ожидания. Подвеска настроена на более комфортную езду, если сравнивать с седаном А4. Длинная база и значительная масса машины позитивно влияют на покой пассажиров. Спортбэк отлично сбалансирован и практически лишен раскачки. Машина точно следует за движениями рулем, но не досаждают нервозностью, как это бывает при слишком остром рулевом управлении. Двухлитровый бензиновый мотор с лихвой покрывает потребность в динамике. Благодаря турбонаддуву он разгоняет Спортбэк до сотни за 6,6 секунды. Полный привод Quattro и электронная система стабилизации делают поведение машины на дороге прогнозируемым и надежным. Не понравились лишь небольшие задержки при переключении коробки на пониженную передачу. Audi A5 Спортбэк выступает в одной лиге с такими авто, как Mercedes CLS и Volkswagen Passat CC. А если пойти дальше, то можно вспомнить и Porsche Panamera, и какой-нибудь Aston Martin Rapid. Впрочем, для двух последних новый Audi все же не конкурент. Тем, кто присматривается к Спортбэку, скорее придется выбирать между рядом моделей той же фирмы. Любителей седанов ждет А4. Если на первом месте внешний вид машины, скорее всего выбор пойдет на А5. Если нужна практичность, лучше подойдет универсал А4. Зато теперь у Audi есть собственное пятидверное купе, которое мужчины считают мужским, а женщины – женским. Цены на А5 Спортбэк начинаются с 1,6 млн. рублей. Заглянув в длинный список опций, можно заметно увеличить эту сумму. Протестированный нами автомобиль стоит более 2,3 млн. рублей.